Продолжение следует... В Казахстане возбуждено уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в большом размере. Возможности человека безграничны в индустриально-технологическом колледже. Состоялось закрытие регионального чемпионата Абилимпикс. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск «Вести Карачаева Черкесия» в студии Дарья Тендит. ФСБ ликвидировало террористов Карачаева Черкесии. По информации Центра общественных связей ФСБ России, боевик готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Он находился в ауле Адиль-Халк Ногайского района. Гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, участник запрещенной в России Международной террористической организации. Изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере миграции. Это стало темой для общения в Управлении по вопросам миграции сотрудников полиции с представителями национальных диаспор и объединений. Начальник отдела Мудалив Шедаков подробно рассказал об упрощенном порядке приемов гражданства Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы и членов их семей. Представителям национальных диаспор рекомендовано провести максимально широкую разъяснительную работу об ответственности за нарушение законодательства России. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело об обороте свыше почти 5000 бутылок водки без акцизов. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Карачаевска, подозреваемого в приобретении и хранении крупной партии немаркированной крепкой алкогольной продукции, которая была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Общая рыночная стоимость изъятой продукции превысила миллионы рублей. Фигуранты у избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают других лиц, причастных к обороту немаркированного алкоголя. Вот и пролетели дни соревнований, дни напряженной борьбы, удачи и ярких побед. В Индустриально-технологическом колледже состоялось закрытие чемпионата Абилимпикс. Чествовали участников и поздравляли призеров по 17 номинациям. Смотрите подробности. В региональном чемпионате приняли участие 99 конкурсантов, 23 школьника и 67 студентов. Каждый участник приложил немало усилий для того, чтобы войти в число конкурсантов. Они преодолели сомнения, обрели уверенность и доказали, что возможности человека безграничны. Чемпионат раскрывает таланты учеников и студентов, дает им возможность проявить свои знания и определиться с профессией в дальнейшем. Мне понравилось, было очень интересно. Я участвовала, кончусь, потому что я детство люблю шить. Я придумываю разные модели. Моя мечта – открыть свое дело и шить. Красивую, модную одежду. Думаю, у меня все кончается. Мы готовили доклады, проекты, проводили много времени со своими наставниками, получали вообще новые знакомства. Понравилось? Да, очень. Награждение проходило на веселой ноте. Детские коллективы подготовили выступления в виде флэш-мобов и зажигательных танцев. В этом году конкурс проходил бодро. Карачаево-Черкесия принимает участие в чемпионате с 2017 года. И число компетенций и участников только растет. В этом году у нас впервые в рамках нашего регионального чемпионата прошел фестиваль возможностей. Это фестиваль, в котором участвуют дети с множественными нарушениями, инвалиды первой группы, те, которые достаточно трудно найти работу. Для них проводится этот фестиваль, чтобы они тоже показали свои умения. Мы проводили этот фестиваль впервые. Завершившийся чемпионат стал ярким событием, показавшим таланты и способности учеников. Дарья Тендита, Либа Станов, Вести Карачаева-Черкесия. Соблюдение правил ПДД – залог сохранности жизни наших детей. В третьей школе Карачаевской имени Харуна Богатырева прошло профилактическое мероприятие о важности соблюдения правил дорожного движения и предупреждению детского травматизма. В мероприятии приняли участие сотрудники ГИБДД, представители по правам ребенка республики, городского отдела образования, духовенства и общественников. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В период каникул, а тем более с наступлением лета, чаще происходят опасные ситуации с детьми на дорогах. Организаторы встречи сотрудники ГИБДД Карачаевский подчеркнули, что сегодня больше происходит ДТП, где за рулем транспортного средства находятся несовершеннолетние. К сожалению, отсутствие внимания со стороны родителей в этом вопросе приводит к аварийной ситуации, а порой с летальным исходом. Поэтому подобные встречи необходимы, чтобы донести детям и в первую очередь родителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Сегодня основные занятия будут направлены на то, чтобы довести родителям о необходимости соблюдения как детьми правил дорожного движения, так и ими. Будут доноситься сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, в которых они являлись как пешеходами, так и пассажирами. Собравшиеся отмечали, что родители, которые передают руль управления своим чадом, сами же становятся нарушителями правил дорожного движения и в будущем могут быть соучастниками ДТП. Представители мусульманского и христианского духовенства подчеркнули, что родители являются ответственными в совершаемых действиях детей. Также работники отдела образования Карачаевска отметили, что именно дорожная грамотность взрослых является живым примером для подрастающего поколения. В случае, когда за рулем оказывается подросток без удостоверения водителя, без должной сноровки, к сожалению, в нашей жизни уже не редкость. Несовершеннолетний не может управлять автотранспортным средством, не имея удостоверения водительское. Уважаемые родители, я еще раз хочу вам напомнить об ответственности, которую вы несете за своих детей. Представители отдела по делам несовершеннолетних МВД привели статистику аварии из-за невнимательности родителей. Сохранность жизни вашего ребенка зависит от вас самих, подытожили сотрудники полиции. За январь по сегодняшний день к административной ответственности привлечено 6 несовершеннолетних за управлением транспортного средства с последующей постановкой на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Два административных материала находятся на рассмотрении в комиссии по делам несовершеннолетних. Также общественники призвали родителей прививать детям интерес к изучению правил дорожного движения и чаще принимать участие в подобных мероприятиях. Алихалеб Шоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Древний вид этноспорта, где всадники демонстрируют свое умение владеть конем и мастерство джигитовки, было представлено на черкесских игрищах, которые прошли в ауле «Эрсакон». Конно-спортивными соревнованиями завершился второй день короткого перехода всадников Шухосе, Карачаева, Черкесии. Оценила их Фатима Даурова. Второй день встретил участников перехода накрапывающим дождиком, серым небом и прохладной температурой. Но, тем не менее, к месту проведения состязаний подтягиваются местные жители, чтобы воочию увидеть красоту черкесских игр и понаблюдать за грацией и статью кабардинских скакунов и, конечно же, оценить мастерство их наездников. Лучшие всадники Щухаса, Карачаева, Черкесии, а также специальные гости из Адыгеи и Кабардино-Балкарии соревновались в верховой езде и демонстрировали традиционные виды старинных конных состязаний. Первая дисциплина, в которой они сошлись, – это командная эстафета – баракзеха, где всадники соревновались в ловкости и быстроте передачи флага. И здесь наездники из Аула Псовчедаха оказались лучшими. Каждому всаднику за честь показать своё умение владеть собой и своим конём, и проливной дождь тому не помеха. Не мешал он и зрителям, которым предоставилась возможность полюбоваться скачками, с передачей эстафеты, индивидуальными и командными турнирами. Пятилетний Эмир Тлепсируков – самый младший участник конно-спортивных состязаний. Он со своим конём преодолел долгий путь из Хумары в Ирсакон и остался впечатлён переходом. Моего коня зовут Черкес. Ему пятый год пошёл. Он уже со мной общается давно, с одного года, и он меня уже понимает. В ожидании просвета в пелене дождя на кострах медленно томятся чаны с горячим бульоном из баранины. Гостеприимные жители Ирсакона почивали гостей вкусными блюдами. Всадники согреваются теплом энергетически насыщенного напитка, пополняя свои силы к следующим состязаниям. Некоторые из них неспешно прогуливаются по окрестностям, делясь впечатлениями от происходящего. А их скакуны тем временем тихонько пощипывают молодую травку. Черкесская лошадь – это не только лошадь и животное. Она намного больше играет, большую роль играет в нашем народе. То есть вместе с ней и обычаи, вместе с ней и традиции. Это культура, целая культура наездничества, так двумя словами это не описать. Плюс здоровый образ жизни, отвлечение молодежи от всего дурного и привлечение к благому, к хорошему, к созидательному. Настало время для самых маленьких гостей и участников состязаний. Их дисциплина – перетягивание каната. И вот здесь желание к победе играет главную роль. Команда из Карачаева-Черкесии противостояла юным спортсменам из Кабардино-Балкарии. Накал страстей был высоким, но в итоге победила дружба. Мы приезжаем сюда, и когда к нам приезжают в гости, мы детям показываем, как нужно обращаться к гостям. Мы хотим им показать такой пример, по следам которых мы шли, по следам наших отцов. Потихоньку яркий праздник подошел к концу. День так и не распогодился, а всадникам предстояла долгая дорога домой. Немного уставшие, но довольные и полные позитивных эмоций от насыщенного дня, они седлают своих верных коней и отправляются в путь. Они прощаются с жителем Мирсакона до следующего раза и обещают, что он наступит скоро. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева, Черкесия. Филармония города Черкесия стала местом встречи людей разных профессий, но в большей части знатоков абазинской литературы. А именно, почитателей творчества одного из выдающихся поэтов Карачаева Черкесии, члена Союза писателей СССР, кавалера Ордена Республики Абхазия, честь и слава Керима Мхце. 5 мая ему бы исполнилось 75 лет. К этой дате организовали Вечер памяти. Альбина Ламкова продолжит. Всегда он находил время для нас. Выходные, какие-то обеденные перерывы. Он играл с нами, он всегда спрашивал наше мнение. Все лучшие качества, которые есть в людях, я находила всегда в нем. Это я сейчас понимаю, чем дальше, тем больше. И вот та же манера воспитания детей. Давайте жить, покуда живы, ценить друг друга и любить. Те, кто был знаком лично с поэтом, понимают, что именно эти слова характеризуют его как человека. По такому принципу он и жил. Осталось в наследство доброе имя и добрая память. Керим Мхце неповторим в абадинской поэзии. Этот факт неоспорим. Он, несомненно, покорил своим творчеством многие сердца. Но для родственников он еще и дорог, как родной человек. Он любил проводить время с детьми, ходил в походы, в гости. Поэтому воспоминания дочери об отце самые теплые и нежные. С ним всегда было интересно. На любом мероприятии отец был в центре внимания, говорит Олеся. Эрудированный человек в любой области практически, начиная от каких-то вопросов бытовых, что-то починить своими руками. Очень красиво рисовал. Но даже вот есть информация, что он долго думал быть художником ему или поэтом. Потому что одинаково хорошо у него получалось и это. И всю его детскую биографию я тоже хорошо знала, потому что он любил об этом вспоминать. О том, что было у него в интернате, который он очень ценил и с теплотой вспоминал всех друзей, всех педагогов. И Керим Мхце был ценен для друзей. В родном Новокувинске провел только первые 12 лет своей жизни. Затем его определили в областную национальную школу-интернат Черкесска. Уже тогда использовал свободное время для творчества, вспоминает его одноклассник. Писал стихи в классе. Он писал, когда в классе не было нас, порядочный, очень хороший мальчик. Я с этим мальчиком потом поближе познакомился. Мы даже оказались в одном оркестре. Он играл в оркестре на кларнете. Инструмент был сложный. Творчество Керима Мхце сравнивают с известными классиками русской литературы. Из-под его пера вышло множество стихов. И все с глубоким смыслом. Культура всех народов нашей республики опирается прежде всего на ее носителей. На тех, кто создавал культурное наследие. На тех, кто создавал то, что через поколение передавалось, будет передаваться нашим потомкам. И я уверен, что Керим Мхце – один из представителей талантливейшей плеяды поэтов, философов нашей республики. Для абазинского народа это, наверное, поэт номер один. Керим Мхце прожил недолгую жизнь, но с ярким наследием. Он ушел 23 года назад. За это время с-под пера поэта вышло бы еще больше творений, чтобы возвысить культуру абазинского народа, достойный войти в сокровищницу мировой литературы, говорили со сцены поэты, писатели и ученые. Организовали Вечер памяти поэта, объединение Лошара и Карачаево-Черкесский госуниверситет. В его рамках состоялась научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству Керима Мхце, финал республиканского конкурса чтецов и творческие выступления по произведениям поэта. Их объединили в пьесу, в полной мере раскрыв его как человека, где автор во главу угла как в литературе, так и в жизни ставил любовь. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Во все времена старшее поколение является активной частью общества. Они берутся за решение возникающих проблем, доказывая своими делами, что не стоит списывать их со счетов. Что же такое ветеранское движение сегодня, об этом рассказал заместитель председателя Совета ветеранов города Черкесска Ханафи Хасуев. С ним встретилась Альбина Ламкова. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.